Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. В августе 20-го из-за проблем с сосудами Хуан Борха перенес ампутацию ноги в больнице города Уэльвы. В начале сентября был госпитализирован в больницу Деля Каридат в Севилье. Хойя родился в Севилье, за свою жизнь сменил множество профессий и мест работы, включая приготовление пищи и разгрузку мешков с цементом. Его первое появление на телевидении состоялось в 2000-м на шоу Кесоса Кинтеро «Эль Вагамонда», где он вместе со своим партнером Эль Пьетто рассказал о различных ситуациях в комедийных тонах. Борха стал узнаваемым за специфический смех, благодаря которому и получил свое прозвище. В 2005 году он появился в фильме «Торренте 3». Приобрел широкую популярность в 2015-м благодаря серии пародий на основе его интервью в июне 2002 года на испанском телешоу. Хойя появился на шоу Кесоса Кинтеро под названием «Ратон Эсколараус» и поведал курьезную историю, приключившуюся с ним, когда он работал посудомойщиком на пляже. Повар поручил ему замучить на ночь. В океане 20 грязных сковород для паэльи и очистить их утром. Хойя выполнил поручение, но когда поутру пришел на берег, обнаружил, что ночью был сильный прилив и все сковородки, кроме одной, унесло в океан. Оригинальное видео было загружено на YouTube 25 июня 2007 и за 8 лет получило более миллиона просмотров. Тем не менее, не получив распространения за пределами испаноязычной среды, в марте 2014 кадры из интервью были использованы членами исламистской организации «Братья-мусульмане» для пародии на президента Египта Абдель Фатиха Эль-Сиси. Затем последовали и другие пародии, в частности, на компьютерные технологии и видеоигры. В марте 2015 мем оказался на пике популярности после запуска очередного MacBook. Хойя был представлен в качестве дизайнера прототипа устройства. В течение месяца этот клип набрал более 5 миллионов просмотров на YouTube. После этого мемы стали сравнивать со сценой истеричного Гитлера из художественного фильма «Бункер», количество альтернативных титров и озвучек, которому не поддается исчислению. Напомним, что на днях грузинский актер Кахе Кавсадзе известны по роли Черного Абдулы в фильме «Белое солнце пустыни» умер на 86-м году жизни. Он проходил лечение в первой университетской клинике в Тбилиси. В ноябре прошлого года Кавсадзе доставили в больницу. Из-за инфицирования коронавирусом у него развилась сильная дыхательная недостаточность. Врачам пришлось перевести пациента на аппарат ИВЛ, но в декабре в клинике сообщили, что актер вылечился от коронавируса. В феврале актера вновь госпитализировали с двухсторонней пневмонией. В течение двух месяцев врачи боролись за жизнь Кавсадзе.